Не слово на русском. 10 команд из школ полуострова соревновались за звание лучшего. Каждой группе давалось 15 минут, чтобы показать спектакль на английском языке. Актерские данные, подготовку, мастерство владения иностранным словом оценивали члены жюри, среди которых лингвисты, преподаватели и культурные деятели. О, хуя сопротивляла, хуя ю. Перевод текста это, ой, что это за прекрасная девушка, кто ты. Это был мой весь текст, и я обращался к принцессе, и она меня взяла, как обычно. Мы, главное, выступили, все прошло хорошо, ничего лишнего не было, и главное не проживать. В основном среди участников школьники специализированных учреждений с филологическим уклоном. По правилам конкурса высказывания на русском не допускались. Даже ведущие на время мероприятия напрочь забыли родные словосочетания. Есть много различных кружков, где английский язык в приоритете. Поэтому мы объединили это все, и получилась вот такая сказка. Работать, конечно, было сложно, детки маленькие, очень помогал классный руководитель этого класса и мои коллеги. Мы все вместе сделали это. Спектакли создавались на различную тематику. Это и сказки, и поэмы, и новеллы, и авторские сценарии, профессиональные декорации, необычные костюмы. Готовились с ответственностью, и результат, конечно, налицо. Я был морским царем, ну, одна из самых главных ролей. Я была главной разбойницей. Я выступал за принца Англии, поэтому надо было подобрать костюм, то есть взять туфли, пиджак, брюки. В таком формате выступления проводят не впервые. Тут и языковая практика, и детская дружба, и море эмоций для всех участников. На вопрос, чего ждут детишки от выступления, ответ краткий и лаконичный. Первая, первая, друзья! Энвера Близи, Сервина Миралиев, телеканал Миллет.